Ребят, всем привет! Сегодня у нас вкусный обзор продуктов, которые мы купили в ленте. В принципе, здесь все из ленты. Так получилось. У нас закупка на месяц продуктов. Но так получилось же, до этого мы тоже закупались продуктами. По чуть-чуть, по чуть-чуть. У нас вообще такой хаос во всем. И в закупках тоже. Нет никакой системы, когда мы что закупаем. Поэтому пока все хаотично, но уже более-менее мы так. Начало месяца. Нужно закупаться с расчета. Взять на месяц, на месяц. Ну и фрукты, конечно, покупаем каждую неделю. Что у нас? Начнем отсюда. Лентовские каши. Как всегда, у нас одна упаковочка есть дома. По выходным мы с детьми едим каши. Ну, вернее, дети и муж ест каши. Я их не ем. Я другие каши ем. Покажу сейчас, какую кашу мне нравится. Мне нравится каша тоже лентовская. 7, 6, 5 злаков. Здесь разное может быть. 7, это больше всего я нашла. А бывает 5 злаков, 6 злаков. Вот они едят сладкую, а я не соленую. С маслицем, с солью. О, вообще вкуснотища. Сбор злаков. И быстро она варится. То есть это незапариваемая каши. Если вот это запариваемое, то это водить обязательно надо. Минут, наверное, 5-7 я ее валю, чтобы она такая распалась. Прям такая нежная была, знаете, какая-то. И здесь овсяный, пшеничный, ячмены, гречни, воржаны, пшенные, ирисовые хлопья. Представляете, набор какой. Вот это я так не люблю. Но у нас еще есть, поэтому не покупали. Значит, арбуз взяли. Сезон сейчас на них как раз. Бананчики, никоринчик, абрикоски, груши, яблоки, апельсины, персики. У нас сегодня дыньку еще хотели, но не нашли. Обширный такой диапазон фруктов, который мы набрали. Банная патия. Дорки. Помидоры, огурцы. Вообще, вы знаете, я сегодня шла по магазину, я говорю, Боря, я себе такое ущербное чувство, я себе такое чувство ужасное, когда ты привык к домашним продуктам. Городским жителям это привычно, и это может оказаться очень странным. Ну, потому что, когда ты привыкаешь, ты живешь так всю жизнь, и даже тебе нечего было, не к чему привыкать, в принципе, это твоя норма жизни, то, конечно, ничего странного здесь нет. Но когда ты привык ко всему домашнему, и ты понимаешь, и цены какие, и вкус, и жирность, качество и так далее, а то тебе приходится творог. Я когда делаю творог, у меня творог очень нежный, мягкий, сладкий. Покупной творог абсолютно не такой. Какой бы ты хороший ни брал, даже мы в Иркутске брали домашний творог, ну, фермерство держит, буряты. И они продавали разного качества творог. У них либо жирный и кислый, либо сухой и сладкий. А у меня сладкий, и жирный, и мягкий, сочный такой, знаете, не сухой, не рассыпчатый. А это как будто вот крупинки, такие, знаете, как будто вот недоваренный рис на зубах, так сказать. Вот. Конечно, есть сейчас желание огромное, если козье молоко и домашние перепелиные, и куриные яйца мы нашли, где брать, то нам очень сильно не хватает домашнего молока. Поэтому приходится покупать творог, сметану и молоко домашнее. Ой, это в магазине. Я общалась с женщиной, мы хотели лентовское взять молоко. Она говорит, ой, не берите его. Говорит, возьмите, вот это сейчас по акции идет, оно дорогое так, а сейчас по акции как раз будет в районе там, что-то 50 с чем-то рублей. А так оно в районе 100. Говорит, возьмите, очень вкусное, если уже выбирать. Она говорит, я сама из села, сама из Иркутска, говорит, сама привыкала к этим продуктам, будет очень долго. 5 лет живу, говорит, ну не тот вкус и все. У помидоров, у огурцов, не тот вкус и все. И сейчас мы, я говорю, чувствую еще, как будто мы в Москве живем. Помните, кто помнит нашу поисковую Москву, когда мы жили полностью над всем магазином, ну как городские жители. Это чувство, что ты чего-то недополучаешь постоянно, что-то не так, дискомфорт постоянно. Вот, вот, вот это все закончится, и поеду я домой. Да, вот когда уже это закончится, знаете, какой период, когда ты где-то в подвешенном состоянии, но это не твое, не твоя следа, не твой мир, не твой привыкочный образ жизни, что ли. Ты чувствуешь, что когда это уже закончится, когда это закончится. Ой, это очень сложно. Сейчас ягоды, вот мы фрукты, понятно, покупали, будем покупать, потому что это не местные фрукты, в принципе, здесь не выращивают тоже в таком, ну, апельсины, бананы, яблоки даже, да, только ранетки. Я, мы ездили, смотрели, чуть-чуть больше, чем ранеточки, но все равно это в любом случае будем всю жизнь покупать. А вот ягоду, я сейчас еще здесь есть плодово-ягодные сообщества, что-то вот так вот, когда выращивают такими плантациями ягоду, ты приезжаешь, собираешь, намного дешевле, чем покупная. Вот сейчас мне должны сказать адрес, узнаю, мы поедем на днях всей семьей, будем собирать. Если еще успеем на малину, потому что сейчас вроде люди еще продают, а продают малину, смородину, все, 100 рублей литр смородина, а все остальное от 200 до 200 рублей и выше, 200-300 рублей литр, не килограмм. А там, скорее всего, будет много дешевле. Мы соберем, сколько нам надо, и сами соберем, и знаем, что соберем, да, что вот она, знаете, как у нас бывали случаи, ты покупаешь, сверху красивая, а снизу гнилая, давленая. Ты высыпаешь дома, и ты понимаешь, ты попал на смолина. Помнишь, так было? Да, было. И все, и ты не можешь проверить, сказать, а ну пересыпьте нам тут, покажите. Ну, они там ящиками продают, или еще на дно насыпают более старую, там подсохшую, а тут можно сам, вот из кустика собрал, и больше ценится будет. Вот, поэтому, и огурцы, помидоры тоже у нас вообще есть сейчас плана, клеить по селам, чтобы найти домашние овощи, у кого можно покупать, добавиться в чаты местных сел, чтобы можно было там давать объявление, куплю, например, там надо 10 килограмм того, или 5 килограмм того, или 30 килограмм того, и уже можно будет ходить покупать. Капусту можно будет покупать домашнюю. Ну, короче, вот цель такая, но пока, видите, все у нас магазинское, живем как городские жители. Огурцы, помидоры, редисочку взяли, кукурузку взяли, колбаску, как привычно, серовлада не было, в маленькую ленту мы ездили, но зато вот это была по акции, очень хорошая акция. Так обычно она 600 рублей стоит, а сегодня она была за 350. Очень часто, видите, вот эти акции есть. Свининку Максиму взяли, потому что у него уже заканчивается, нежирную свининку я взяла, и, ну, сейчас скажу, что это у нас, окорок без кости, кусок охлажденный, вот он с ногу вообще нежирный. Хорошо, ну, жир я лишнее обрежу, нам где-нибудь носочек пущу. А Максимке сказали, что нежирная свинина только можно. Ну, жирная, понятно, детям, мы сами жирного детям не даем. Врач сказал. Ну, врач сказала, да, давайте синину, но не жирную. Вот синину, не жирную. Значит, взяла, у нас там еще есть немножко сосисок, но мы же за счет на месяц берем, те еще доедим, а эти будут под конец месяца нам. На выходных мы любим, вот, сосиски отварили, вермишет быстро сварили, чтобы там сильно не готовить, и поели. Порожок тоже на выходные взяли. Но я две пачки взяла, хочу спечь запеканку, но мы запеканку не ели. Уже месяц больше. Так как переезд грянул. Да. И творог просто поесть. Ну, у нас вот мы одна пачка, мы съедаем за раз, обязательно туда бросаем много бананов, сметанки, сокоров или мед. Ну, вот это же сметану взяли для него. Ну, и к чему-то там поели, это там раз с лакомством в десерте. А если едим полностью, то мы две пачки. Именно если чисто питание состоит из этого, каждыми пачками мы наедаемся. Он такой сытный, сметану. Вот мы берем пожирнее тоже. Так. О, 10-процентная. Ого. Где такое нашло? А, она же еще 20-процентная есть. Надо 20-процентную брать. Короче, мы берем пожирнее. Все, молоко берем самое жирное. Может, привыкли вообще к сельскому. Вообще, я сколько слушаю. Ребята, кто берет обезжиренное? Нельзя вообще брать обезжиренные продукты. Я смотрела доктора недавно, который рассказывал, что сейчас мода пошла на обезжиренные продукты. Жир просто катастрофически, но необходим нашему организму. Нельзя брать обезжиренные продукты, молоко и так далее. Если только там какая-то диета по болезни, рекомендована прям врачом, тогда это другое дело. Но вот сейчас, говорю, вот эта мода на обезжиренное, как будто бы от этого лишний вес. То есть, не от жира лишний вес. Абсолютно не от жира. А жир необходим, потому что с помощью жира расщепляется определенный процесс. Короче, я не врач, чтобы объяснять это, но я слушала лекции разных врачей, разную информацию, что ни в коем случае нельзя есть обезжиренное. Нужно есть такое, какое-то оно идет от природы. Поэтому берем 5% творог самый, ну, какой вот мы находим, самый жирный. И масло мы обязательно берем 82,5%. Я где-то изучала, что масло, которое меньше 82,5%, это ближе к маргарину, короче, идет. Масло нужно брать самое жирное, которое только возможно тоже. Ну, сметану нужно 20%. Вот это алтайская буренка, очень классная сметана, вкусная. Мы тут брали другую в ведерках. Такое чувство, знаете, смотришь на сметану, как будто вы порошка развели водой. Она такими какими-то крупинками идет. Я начала картошку, ну, кстати, на это надо посмотреть. Начала картошку запекать в духовке. Она вообще не жирная. Она свернулась и стала каким-то песком. Она не песком, но она вот, вот нет жира, мне пришлось масло добавлять, оливковое. Не, вообще не запекается, нет жирности вообще в ней. Хотя там она, 20% жирности. Вот, это обманка. А вот сейчас это еще попробую с картошечкой сделать. Если будет хорошо запекаться, картошка будет жирная, значит масло. Она не порошок разведет. И молочко тоже мы берем 2,5, но есть еще 3,2. Надо 3,2. Но это нам посоветовали, сказали очень вкусное. Но вообще 3,2 стараемся брать. А вообще нужно домашнее найти, в конце концов, чтобы я могла свою сметану собирать, свой творог вкуснейший делать и молоко свой вкуснейший пить. Значит кабачки тоже. Вот так бы купили у людей. Кабачки задаром отдают свиньям, выбрасывают, у людей садят, они себе там, возьмут сколько надо. И вообще, а тут приходится покупать по цене вообще 100 рублей за километр. Получается за кабачки. Еще и... Ну короче, я в расстроенных чувствах, потому что месяц мы питаемся на магазинных продуктах. Я понимаю, что и так витаминов в продуктах мало, даже в домашних, с этими всеми дождями, кислотными, всякими фабриками и так далее. А тут еще и магазинам приходится сидеть. Но пока выбор невелик, но я все просто от этого очень плохо чувствую. Меня это вообще прям гнетет и хочется побыстрее все найти, а по времени не успеваем. Представляете, переезд, нужно все начинать с ума. Абсолютно все. Во всех сферах. Поэтому нереально сразу раз все найти. Капусту пекинскую купили. И очень мы любим... А, так укропчик взяли, что все здесь сказала? Редиска. Редиска сказала. И... А тыкву? Тыкву купила. Максимке в основном, это в рецепты мы даем, в супчик я ему добавляю. Ну и нам тоже решила в супчик добавлять. Вообще не чувствуется. В салате где-то добавлять, типа оливье, морковку вареную добавлять стала, тыковку. Чуть-чуть добавляете. Красиво выглядит. Вкус не чувствуется, а витамички вы получаете. И последнее, это вешенка. Раньше я ее отбивала. Беру кусочек вешенки, отбиваешь молоточком, обваливаешь как биточек в муке, потом в яйце. Это все морочно, понятно. А сейчас я делаю вообще намного все проще. Я беру вешенки. Семья вообще заценила. Просто вкуснейшая получается. Беру вешенки, режу их мелко, кубиками. Обвалар, обмаку это, можно в муке обмакать, обмакнуть, можно без муки, так кому нравится. Беру яйцо, добавляю необходимые специи туда, заливаю немножечко, так, чтобы только оно все бегло. Если можно, конечно, сделать яйца побольше, кубикам лет тогда с вешенкой. А если больше как биточки, чтобы прям были сплошные вешенки, но связывалось с яйцом, поменьше яйца, тут уже вопрос вкусов. И получается такая вкуснотища, получаются такие биточечки. Ну я беру, на всю сковородку выливаю, понятно, потом режешь это все, и у тебя вот биточек там, квадратный какой. Дети вкусные, это говорит, мама, ты такой вкуснотища, не надо отбивать, это даже вкуснее. Все, взяла, вот это нам на раз поесть, порежу, сделаю нам такой обретик. Короче, ребят, пожелайте нам найти нужные нам продукты, поменьше закупаться в ленте, побольше у людей, побольше есть домашненького. Кинулись мы искать здесь домашнее молоко в городе, от 80 рублей и больше, в то время как мы покупали 40, максимум 50 рублей за литр, здесь от 80 и пошла цена, в 100, короче, и люди покупают, за литр, за литр, это вообще, это что за цены? Говорю, срочно нужно искать домашнее все, ездить по селам искать, потому что в городе дела не будет. Мы, конечно, по-друге здесь нашли, перепелины даже дешевле, на 20 рублей яйцо, до 50 рублей десяток, по 5, а у себя мы брали по 7, а домашнее куриные яйца по 120 так и берем, как у нас, так и здесь, а вообще 150 больше здесь яйца продают, 120 мы вот нашли, ууу, хорошая какая цена, а так 150, 180 яйца. Говорю, а что здесь, кур какие-то другие? Цены выращивать как-то курни, Новосибирск просто мегаполис, здесь из-за услуги больше берет более, здесь цены другие, абсолютно, чем у нас там в селах, и в Иркутске в принципе, потому что все-таки здесь считается мегаполис, и здесь и прожиточный минимум больше, и цены больше, но, если мы поселом найдем, а ленты, в ленте, что здесь цена на продукты, что в Иркутске одинаково, у них цены шли, вот как, ну да, то есть вне зависимости от года, я надеюсь, вроде бы, да, такие же, да, 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 такие же, то у нас получится еще экономить, на идее, ну то есть все-таки, с зарплатой больше, бориной, вписываться в ту же сумму, которая у нас была в Иркутске, ну я надеюсь, очень сильно это, на проезд у нас здесь меньше идет, поэтому тоже за счет этого можно, даже если молоко мы найдем по 60, ну то есть как-то уравнять, вот эти вот все-таки вещи, поэтому пожелайте нам попыстрее найти продукты, где брать домашние, полезные, хорошие, вкусные, нужные жирности и так далее, с нужным качеством, все, пока-пока, ребят, до новых обзорчиков. Субтитры сделал DimaTorzok